МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Ваше Превосходительство, дамы и господа, братья и сестры! Мы собрались сегодня в Храме Христа Спасителя, чтобы вспомнить, осмыслить великие реформы, которые произошли 150 лет тому назад в нашем Отечестве. А также, конечно, чтобы почтить память тех, кто решился на эти реформы, кто их готовил и кто их осуществлял. Известно, что широкомасштабные преобразования начались с обнародования высочайшего манифеста об отмене крепостного права, подписанного ровно 150 лет назад. Этот манифест дал толчок последующим реформам в области народного просвещения, земского управления, городского суда и военного дела. По сути, тогда руководством страны была проведена полноценная, если использовать современную терминологию, модернизация страны, различных сфер хозяйственного устройства, общественного управления, социальной жизни. Действительно, в жизни нашего Отечества и других стран подобные преобразования нередко сопровождались смутами, кровавыми столкновениями, революциями, гражданскими потрясениями. Но в те годы в России реформа произошла без смуты, без братоубийства, мирно и упорядоченно. И, конечно, в первую очередь, благодаря мудрым и решительным действиям как государственной власти, так и общества. В первую очередь, конечно, образованного общества. В чем же состоял секрет великих реформ? И возможно ли нам воспользоваться сегодня этим опытом, когда России, да и всем странам русского мира, требуется модернизация, преобразование общественной жизни, изменение многих форм общественных отношений? Прежде всего, модернизация второй половины XIX века была плодом соработничества различных общественных групп. Положительное значение освобождения от крепостной зависимости миллионов крестьян и последующих реформ отмечалось монархистами и демократами, западниками, славянофилами, почвенниками, либералами и консерваторами. Более того, над документами, которые регламентировали содержание и порядок коренного переустройства юридических, социальных и экономических отношений в российской деревне, а в конечном счете, конечно, и во всем российском обществе, солидарно работали либеральные чиновники, такие, например, как Яков Иванович Ростовцев и Николай Алексеевич Милютин, известный славянофил Юрий Федорович Самарин, и известно то, с каким восторгом воспринял отмену крепостного права и реформы Федор Михайлович Достоевский, в ту пору уже оставивший свои прежние радикальные увлечения. Русская православная церковь также не осталась в стороне от эпохальных перемен того времени. В лице самого авторитетного из иерархов, свидетеля московского филарета, епископат принял прямое и деятельное участие в подготовке манифеста об отмене крепостного права. А потом, конечно, на церковь легла вся тяжесть ответственности за то, чтобы народное сознание восприняло эти реформы. Что же касается святителя Филарета, то он был литературным автором этого акта, как хорошо известно. Он обладал незаурядным даром слога, а главное, лучше, чем кто-либо другой понимал народную душу, помыслы, чаяния крестьянина, а потом был в состоянии найти слова, способные дойти до сердца и вызвать на нем благоприятный отзыв. Еще одним залогом успеха реформ императора Александров была их ориентированность на национальную традицию. Пожалуй, впервые в послепетровской России монарнизация национального масштаба не была связана с механическим копированием чужого опыта государственного управления, социального устройства и технического оснащения, но осуществлялась с опорой на нравственные нормы, духовную и культурную традицию народа. Это удачный опыт гармонизации новаторства и традиции, государственного мышления и полной преданности промыслу Божию. Замечательные слова содержатся в манифесте об отмене крепостного права. Цитирую, обращая внимание на неизбежные трудности предприемлемого преобразования, мы первое всего возлагаем упование на всеблагое провидение Божие, покровительствующее России. Сегодня наша страна также заявила о проведении преобразования и модернизации. И для нее особенно актуально, заимствуя все лучшее у развитых и успешных стран, в то же время творчески использовать многовековой опыт предшествующих поколений. Тысячелетняя история России сформировала мощный духовно-культурный код нашего народа, который направляет образ жизни отдельного человека и всего общества. И несмотря на все перипетии XX века и на совершенно беспрецедентные в истории попытки этот код разрушить, цели не были достигнуты. И даже до сегодня мы можем утверждать, что именно этот духовно-культурный код народа обеспечивает выживание общества, страны как самобытного, уникального явления в духовном и культурном смысле. Стержнем этого кода является, конечно, религиозная традиция. Для большинства народа Россия — это православие, а для части граждан другие традиционные религии — ислам, буддизм, иудаизм. Кроме того, и верующие других конфессий, в первую очередь принадлежащие католической, протестантской традиции, в насилие вносят свой вклад в жизнь Отечества. Труды для блага страны предпринимают и люди, не исповедующие какую-либо веру. Этот код невозможно разрушить или вытравить. В мирное время он помогает отстраивать общественную жизнь, а в дни испытаний преодолевать трудности и опасности. Тот же самый ценностный базис разделяют и многие другие страны, и которых также коснулись реформы императора Александра II. Я говорю об Украине, Белоруссии, Молдавии, Казахстане и других соседних государствах современной Российской Федерации. Вероятно, было бы правильно в современных условиях разрабатывать проект модернизации и развития не только для одной страны, но с участием всех стран, цивилизационно близких друг к другу. Надо заметить, что манифест содержит ориентиры, которые вполне могут быть учтены при проведении современных преобразований, а именно социальная ответственность имущих перед малоимущими, забота имущих, а не имущих, добровольный отказ от части преференции и материальных выгод состоятельных людей. Вот все это было неким залогом успешного осуществления реформы. В 60-х годах 19 века правящему классу России хватило мудрости на то, чтобы отказаться от части своих наследственных привилегий. Это живое опровержение часто повторяемого тезиса о том, что люди способны руководствоваться только своим корыстным интересом, что общество есть баланс эгоизмов, уравновешиваемый балансом сил. В истории нашего Отечества мы видим пример решений, принятых вопреки многим личным и, как говорили какое-то время назад, классовым интересам. И ныне преобразования не могут быть выгодными всем без изъятия. Кому-то придется поступиться личной выгодой ради блага других, ведь это потребует и мудрости, и мужества. Но без этой способности разделять с другими свои ресурсы, интеллектуальные и материальные, невозможно действительно осуществить глубокие преобразования, которые столь необходимы сегодня нашей стране. Реформы императора Александра II были призваны содействовать восстановлению социальной справедливости, дать право на свободный труд, справедливые заработок, достойную жизнь. Известно, что осуществление этих реформ не в полной мере было реализовано задуманное. Но если внимательно посмотреть на любые преобразования и в любой стране, где же в полной мере все замыслы осуществлялись? Такого никогда не было, да, наверное, и быть не может. Потому что жизнь вносит свои поправки. А жизнь в то время в России была очень непростой. И те, кто злословит или злословил, по крайней мере, в прошлом по поводу этих реформ, не понимали простой вещи, что у каждого мощного движения, направленного на изменение жизни народа и общества, всегда появляется рациональное сопротивление, эмоциональное сопротивление, а иногда встречное инерционное сопротивление, которое формируется традицией предыдущих лет. И тем не менее, преобразования Александра Второго не стали мыльным пузырем или несбыточной мечтой, поскольку предусматривали теснейшую связь между правом и обязанностью, свободой и ответственностью. Всякое преобразование это не дорога с односторонним движением, а взаимный процесс. Модернизация не может опираться на философию человека, который считает, что весь мир ему должен. И лишь в случае возвращения в этого долга такой человек станет благополучным и счастливым. Христианское чувство правды Божией, то, что в народе чаще всего называют совестливостью, указывает на необходимость подлинных изменений сначала в умах и сердцах людей, а затем в средствах и способах хозяйствования. В наше быстро меняющееся время одно и другое должно происходить одномоментно. Мы должны менять состояние своего ума, своего сердца. Мы должны ясно определять благородные цели и задачи. Мы должны быть готовыми отдать часть того, что мы имеем для достижения этих целей и одновременно участвовать в преобразованиях. В подтверждение этих слов не могу не привести такие слова из манифеста. Самый благотворный закон не может людей сделать благополучными, если они и потрудятся сами устроить свое благополучие под покровительством закона. Довольство приобретается и увеличивается не иначе, как неослабным трудом, благоразумным употреблением сил и средств, строгою бережливостью и вообще честную в страхе Божьим жизнью. Эти слова надо на растяжках в Москве вывешивать, чтобы пробудить сознание современного человека. Ничего не будет без страха Божьего, особенно в России. И когда вот такого рода наши заявления встречают некую критику, обвинение в клерикализации общества, то я хотел бы ответить этим людям. Не нужно мифами забивать сознание современных людей. Не нужно создавать новые мифы, которые бы направлялись на то, чтобы компрометировать позицию церкви. церковь очень ясно говорит, без сильного нравственного чувства и без веры не справиться современному человеку. Где бы он ни жил, ни в России, ни в Америке, нигде, с теми колоссальными вызовами, которые бросает человеку современная цивилизация. Мне кажется, что эти слова из манифеста это лучшая креда власти и народа, совместно совершающихся серьезные преобразования в стране. Сегодня наша страна сталкивается с чрезвычайно серьезными проблемами. Все их хорошо знают. Коррупция, неуважение к закону, алкоголизм, наркомания, преступность, кризис семьи. Хотя действия государственной власти для преодоления абсолютно необходимы, эти проблемы не могут быть решены исключительно сверху, без участия самих людей, без пробуждения творческой активности простого человека, без способности людей к самоорганизации, к созданию того, что сегодня мы называем институтами гражданского общества. Обычные граждане должны осознать ответственность за себя, за свою страну и за положение дел у ней, а власть призвана не только не препятствовать гражданской активности людей, но и сознательно поощрять ее. Один из уроков реформенных лет 19-го столетия состоит в следующем. Подлинная модернизация всегда опирается на нравственные принципы. Она нуждается в людях, относящихся к понятиям правды и милосердия с глубокой серьезностью. Модернизация безнравственного измерения превращается в безудержную погоню за мирскими благами и удовольствиями. Бездушный технократизм порождает изуродованные отношения между людьми. Не случайно в манифесте признается, что побуждающим мотивом для дворянского сословия в освобождении крестьян стали уважение к достоинству человека, христианская любовь к ближним. Это наглядно демонстрирует силу нравственного начала в человеке, которая способна стать двигателем общественного обновления и принести истинное благо для каждого человека. Еще хотелось бы отметить один важный принцип, указанный в манифесте, а именно важность постепенности и своевременности преобразований, преемственности традиций хозяйствования. Нехватка этого принципа в истории политических и экономических изменений в России, да и не только в России, всегда приводила к потрясениям и бунтам. Даже самые здравые и внутренне логичные реформы не находили отклика у простого народа, если совершались стремительно, без оглядки на предшествующий опыт и традицию. Отмечая значимую дату освобождения крестьян мы также вспоминаем и трагическое событие в истории нашей страны 130-летие гибели от рук террористов царя-освободителя Александра II. Заупокойная молитва по убиенному императору, возносимая сегодня в Храме Христа Спасителя, является для нас долгом памяти и признание этому великому человеку и реформатору, истинному патриоту своего Отечества. Проведенные под его началом реформы и сегодня могут служить образцом того, как ответственная власть способна реагировать на необходимость глубоких общественных перемен. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok